Всем привет! Сегодня у нас будет очередная сборка бомж-компьютера из, можно сказать, старых никому не нужных комплектующих. Но перед этим хотел показать пару вещей, которые я сегодня заехал, купил в фикс-прайзе. Очень удобные вещи. Это вот такой контейнер для болтиков, винтиков. В общем, очень удобно тем, что можно рассортировать их по категориям и как бы не заморачиваться. Раньше у меня все болты лежали в пакетике, и это было очень неудобно, когда начинаешь что-то собирать. В общем, постоянно приходилось лазить по этому пакетику, искать необходимые болтики. Сейчас всё лежит по своим категориям. Вот так вот всё красиво. То есть, закрываем плотно и ничего никуда не высыпается. Также там же в фикс-прайзе купил батарейки для материнских плат, потому что это такой ходовой товар. Мне вообще очень нужны они. Взялся я. 50 рублей всего стоит. Тоже всем советую купить. Очень удобно. Тут 4 батарейки 2032, если я не ошибаюсь, и 2025. Вот эти 6 батарейок, они подходят. То есть, на материнке более-менее нормально всё работает. Правда, фикс-прайзовские я ещё не проверял никогда, но дай бог, чтобы они нормально работали. Потому что с дохлыми батарейками BIOS'а бывают сложности с продажей компьютера. Так, ну, можно перейти, собственно, к тому, зачем мы сегодня здесь с вами собрались. Сегодня будем собирать компьютер. И сейчас, кто может, поставьте на паузу и напишите, на каком сокете, как вы думаете, мы будем собирать компьютер. Вот прямо сейчас поставьте на паузу и напишите в комментариях. Потом посмотрите, угадали вы или нет. Ну, а я, в общем, буду доставать потихонечку. Сейчас настрою штатив. В общем, вот такая материнка у нас сегодня. Это AMD 462 сокет, если я не ошибаюсь. Вот такая мать. Я, правда, уже её вычистил, всё вымыл, то есть, ну, поменял термопасту, поставил линейки. Это я без вас всё делал, я просто её тестил, как бы работает она или нет, потому что нужно было знать. Иначе ролик я бы не стал снимать. Вот такая материнка, в общем. Сейчас покажу крупным планом её. Вот такая мать. Здесь у нас 4 слота DDR1. Также у нас AGP. Слот под видеокарту. Охлаждение здесь, соответственно. Ну, больше сказать-то и нечего. 2 IDE. SATA в ней нет, она не предусмотрена. Что у нас на панели? На панели у нас встроенная сетевая карта. Звук 4 USB. Ну, PS пополам. То есть, дальше что у нас? LPT-порт. Ну, ничего интересного. Обычная мать. Мать как мать, в принципе. Купил я её за 150 рублей с процессором. Она мне досталась. Не мог не купить. Оперативная память моя. 512 планка. Это из предыдущей сборки мне досталось. И две были уже под 86. Все они разношерстные, все разные. И по таймингам, и по остальному я их не подбирал. Просто что было. Всё, что работает. Я сюда поставил, соответственно. Дальше что у нас будет идти сейчас? К ней. У меня в запасах. Спасибо ещё раз подписчику. Нашлась планка. Он мне дарил планки. Она почти как родная. Единственное, что здесь, ну вот, остаётся дырочка. Но ничего страшного. Не принципиально. Планка хотя бы есть. Это уже будет нормальный вид. Вот, в общем, планка есть. Дальше у нас АСУСовская видеокарта. АДЖИПИ. Она у нас на 128 МБ. Так. А9250. 9250 видюха. Термопасты, мне кажется, уже нет. Радиатор гуляет. Если его потрогать вот так вот. То есть вот. Но надо будет скрыть. Сейчас её термопасту заменить. Как вы видите, она у нас с пассивным охлаждением. Я постараюсь выйти из этой ситуации. Потому что это будет как игровой ПК. То есть придётся ему огромные нагрузки на себя брать. Там игры тянуть, тащить. Там в танки, короче. В дотку катать. Поставим вот такой вентилятор. Я надеюсь, он живой. А то что-то у него люфт, короче, имеется. И тут вибрация, когда я кручу. Да, в принципе, хрен с ним. Даже если он с вибрацией, ничего страшного. Ну, я планирую его, знаете, как поставить? Вот здесь вот. Присрать его на один болт. Вот сюда. А дальше взять вот этот провод. И вот так вот перетянуть его сквозь неё. Вот здесь стяжкой, короче, их зацепить. И всё. Он будет держаться на одном болту. И вот на такой скрутке из его же провода питания. Потому что других радиаторов с такими вот... Ну, с такой посадкой у меня, к сожалению, нет. Я всё перепроверил. Нету таких радиаторов. Так что, буду, наверное, присирать как-то вот этот вентилятор. Потому что на игровом пикапе без вентилятора никак работа не пойдёт. Пассивное охлаждение здесь не очень. Дальше, что мы имеем. Блок питания я взял. Любой первый попавшийся весь грязный. Я не знаю, я его не проверял ещё. Может быть, по мере сборки сменим блок питания. Посмотрим. Это тоже подаренный подписчикам. Блок питания. Такой грязный весь, по-моему, на 300 ватт, если я не ошибаюсь. Что у нас тут пишется? Пишется 350 ватт, в общем, блок питания. Но я не удивлён особо. И этот злополучный Макстер, который уже, наверное, четвёртую сборку. Никак я его не могу никуда засунуть с бета-секторами. Но он работает, я точно знаю. Я ставил на него винду. Никуда не могу его деть. Придётся ставить в этот помойный компьютер. Потому что я не думаю, что он сильно обгонит Intel 478-го сокета. Это у нас 462-й, напомню, AMD. AMD, по-моему, с Empron там стоит процессор. В общем, вчера на стриме со мной спорили люди. То есть, как бы, ну, говорят, старый AMD. И если сравнить старый AMD 462-й и 478-й, кто из них круче? Ну, недавно мы собирали на Intel'е, на базе Intel'а процессора. То есть, я попробовал там Stalker запустить с точно такой же компоновкой. Там стояла оперативная память разношерстная, непонятная вообще. Такая же сраненькая видеокарта на нём стояла. Ну, на 128 мегабайт. В общем, ничего выдающегося. И Stalker там запустился в 12-15 фпс. То есть, играть невозможно было. Это неиграбельно совершенно. Про другие игры я вообще молчу. San Andreas там где-то, ну, 18-20 фпс стабильно. Это как моему глазу видно. Я не ставил фрапс. В общем, сейчас попробуем на вот этой AMD запустить те же самые игры и посмотреть. Потому что многие писали в чат, в комментарии, то, что, в принципе, AMD от того времени делал Intel'а на 478-м сокете. Даже на более низких частотах. То есть, брать Intel 2.4. И возьмём вот этот процессор 1.8. Он, по-моему, у него тактовая частота. И многие усираются, что 1.8 от AMD, он убьёт. То есть, Intel 2.4. В общем, как соберём, проверим. Я пока что не могу загадывать наперёд. Я сам не знаю. Честно, я не проверял ещё ничего. Бинду не ставил на это железо. Сейчас покажу вам корпус. Корпус, это, наверное, самое каноничное, что здесь есть. И с ним я потратил огромную, жуткую кучу времени с этим корпусом. Потому что, ну, я сейчас, в общем, расскажу и покажу. Так будет удобней. Ну, вот, в общем, сам корпус. Это у нас фирменный корпус HP. Компакт-ю. Вот такой корпус. С чем геморрой с этим корпусом? Я вам сейчас объясню. В принципе, с виду, да, корпус как корпус. Ничего необычного. Но вот эти планки сюда ни хрена не подходят. Никакие от других корпусов. Просто не подходят. Ты её туда не засунешь. Только если вклеишь, я не знаю, или что-нибудь ещё с ней сделаешь. Второе. Вот этих салазок под приводы у меня нет. Но и привода самого пока что нет. Будем сегодня без привода собирать. Но салазок у меня тоже нет. Я не знаю, как я буду его ставить сюда, когда у меня появится привод. В общем, придётся что-то изобретать. Может быть, досочки какие-то подкладывать на саморезы. Их, в общем, здесь саморезами. Там болтами фиксировать как-то привод. Но это тоже будет танцы с бубном сюда засунуть дисковод. То же самое с жескарём абсолютно. Но я уже придумал, как я вот у вас засуну. Я потом покажу, в общем, при сборке. Что ещё? Сейчас я поставлю сюда свет. Постараюсь, по крайней мере. Секундочку, друзья. В общем, вот, смотрите. Видите все вот эти ножки, которые держат материнскую плату? Просто их не было. То есть, этот корпус не предназначен для ножек. Как вы видите, здесь какие-то фиксаторы определённые были в своё время. Материнка в них садилась и защёлкивалась. То есть, потом расщёлкивалась с этой стороны фирменная материнка, скорее всего, от HP была. Мне пришлось сверлить дырки, в общем. Вернее, рассверливать. Были вот такие дырки, но там ни резьбы, ничего нет. То есть, ты туда её не вкрутишь. Я пытался отверткой расковырять, засунуть. Ничего не получается. Пришлось рассверливать и вставлять вот эти крепешки. Видите, некоторые просто болтаются. Она как бы зафиксирована, но всё равно. У неё есть люфт, и она болтается. Хорошо, что вот эта планка заглушки, заглушка осталась на месте. Она работает, она исправна. Это очень радует, потому что сверлить ещё и здесь, ну, это просто было бы мега комбо из вращений. Что ещё скажу? Ну, как вы помните, если кто-то меня давно смотрит, корпус от IBM порадовал нас тем, что стоковый блок питания туда не засунешь. То же самое с корпусом HP. Мне пришлось рассверливать дырки. Раз, она была, но её пришлось увеличить в размерах в 4 раза. Дальше пришлось сверлить дырку здесь. Пусть здесь некрасивенько немножечко, но дырку я рассверлил, и на двух болтах теперь будет 100% нормально держаться блок питания. Можно сюда ещё на шайбу посадить его, то есть, болтик. Но я не знаю, буду я заморачиваться или не буду. В общем, вот такая целая история с этим компьютером. В плане того, что очень много геморроя было с вот этой вот компоновкой, блок питания сюда не зайдёт. Материнка сюда не встанет, как должна встать, потому что фиксаторов, ну, 100 лет в обед нету никаких, не у меня тем более. Вот эти все железные выступы я заклею скотчем, чтобы ни в коем случае контакта никакого материнской платы не было, если вдруг корпус как-то там его несёшь, ну, или он как-то вот искривится, в общем, всё это заклею. 100% в два слоя скотчем заклею. И здесь ещё придётся, короче, повозиться с гашеткой включения. Как вы видите, опять здесь неродная гашетка. То есть, на материнскую плату просто воткнуть её и поставить никак не получится, скорее всего. Бипер здесь уже кто-то оторвал от него. Контакты сами, не знаю, с какой целью. Также у нас имеется USB, но дай бог, чтобы оно дотянулось до материнской платы, и мне не пришлось резать и удлинять их. В общем, видео, скорее всего, сегодня будет долгим, так что, если кто-то любит короткие ролики или что-то ещё, ну, лучше, наверное, выключайте, потому что возни с этим компьютером у меня сегодня до ночи, скорее всего. В общем, сейчас буду как-то смотреть, то есть, ставить материнскую плату и уже прикидывать, что к чему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, компьютер частично собран, я поставил материнскую плату, поставил блок питания. Блок питания всё-таки хорошо закрепился, что меня очень радует. Не шатается, ничего, то есть, держится крепко. Я боялся, что всё-таки будет какой-то люфт. Вот, снял радиатор с видеокарты, и, на моё удивление, термопаста здесь нормальная, то есть, эту видеокарту мне тоже, по-моему, подписчик подарил. Ну, в общем, кто-то менял на ней термопасту в недавнем времени. По всему видимому, здесь сейчас КПТ-8 на ней, потому что такая белая, склизкая и неприятная на ощупь только. КПТ-8. В общем, нужно сейчас поменять термопасту, но перед этим нужно как-то присрать сюда вентилятор. Сейчас я этим займусь. В общем, что из этого выйдет, сейчас увидите. Я, в общем, подцепил вентилятор на нашу игровую видеокарту. Он надёжно закреплён, будет ещё надёжнее закреплён, когда поверх видеохип-проводом я его присру. Давайте нанесём немножечко термопасты на чип. Ну, из немножечко получилось немножечко. Всегда так. Теперь можно застёгивать. Раз. Два. Для тех, кто собирает такие железяки, обязательно меняйте термопасту на ведюхо. Вот что я вам могу сказать. Потому что без этого она работать явно нормально, ничего не будет. Ну, вот, собственно, вот так вот как-нибудь сейчас я её притяну. И всё готово, в принципе. Более здесь ничего не нужно. Сейчас вот тут стяжечкой её стянуть в этом месте. Стяжечки у меня тоже из фикс-прайза. Они более-менее. Главное, большие стяжки там никогда не покупайте. Они сразу же лопаются. В общем, маленькими ещё можно пользоваться хоть как-то. В принципе, это извращение, я думаю, вообще не обязательно. Можно было оставить её без вентилятора. Но мне что-то подсказывает, что если мы будем на ней играть, или я продам её, этот компьютер, и кто-то будет на нём играть, или пытаться поиграть, то что она долго не проживёт, эта видеокарта. Так как она АТИ. А все шутки про AMD до сих пор актуальны, про перегрев их. Вот. Я бы всё-таки перестраховался. Вот, собственно, и страхуюсь. То, что у меня такой колхоз здесь с вентилятором, ну, ничего страшного. Я думаю, вибрации сильно не будет от этого всего. Ну вот, собственно, и всё. Смотрите. Кулер сидит вообще жёстче некуда. Вот здесь люфтов нету. Сейчас отрезать просто вот эти два кончика. И у нас будет у видеокарты вот доп. питания. Круто же. Вот так вот его бы сюда поставить. Вообще было бы по кайфу. Ну, вот так вот это вышло. Сейчас уже тогда буду, наверное, в окончательном виде всё собирать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» И так, друзья, сборка завершена. В общем, всё на своих местах. Честно, если я не хотел браться за этот корпус, с самого начала я всё-таки думал отнести его на помойку, чтобы таджики на металл сдали. Потому что он очень тяжёлый, но как бы не хотелось столько заморачиваться с сверлением, в общем, подгонкой деталей сюда. Но, в принципе, результатом я сейчас в данный момент остался доволен. Всё выглядит достаточно симпатично. Как вы видите, жёсткий диск я кое-как по диагонали присрал туда. На два болта он закреплен, потому что с той стороны доступа вообще нет. Эта панель не снимается, передняя. В общем, вот так он в данный момент выглядит внутри. Я сделал кабля-менеджмент, как обычно. Это теперь традиция. У меня появились просто стяжки, мне некуда их девать. Я собрал все провода в пучок. Здесь я вывел питание под будущий привод, потому что по-любому он будет рано или поздно здесь. Просто в данный момент нету его. В общем, в принципе, всё готово к тесту. Сейчас я подключу всё это и будем проверять. Итак, ребята, я нахожусь в полной боевой готовности к запуску этого компьютера. Кстати, с гашеткой мне повезло, которая на провода питания идёт. В общем, она, похоже, подходит сюда. Я её поставил и, в принципе, по пинам она соответствует на материнской плате пинам. Я думаю, что он сейчас заведётся. Честно, его ещё не проверял, только подключил. Давайте выключим свет и нажмём эту заветную кнопку. Офигенно! Индикация работает. И он завёлся. Как мы видим, сейчас, наверное, нужно перезагрузить. В общем, процессор у нас AMD 1800 МГц. Сейчас он уже не покажет, потому что это второй запуск его. Сейчас попробую поставить на паузу, если успею. Как мы видим, у нас здесь AMD Athlon XP 1837 МГц процессор. 1 ГБ оперативной памяти у нас установлено. Но, в принципе, пока что он ещё ничего не показывает. Давайте дальше посмотрим, определит ли он жёсткий диск. Так, я нечаянно зашёл в BIOS. Давайте посмотрим. Да, определился. 40 ГБ. Извините, друзья, у меня кончилась память на флешке. Прервалась запись. В общем, жёсткий диск он у нас видит. Так. Что ещё у нас? Сейчас стоит 166 МГц. Частота оперативка на 333 МГц. Работает. В общем, в принципе, похоже, всё у нас будет функционировать. Сейчас попробую поставить на него винду и уже посмотрим, что да как. В общем, друзья, винда поставлена на наш компьютер, на нашу сборочку. Сейчас ставлю игры. Немножечко игр. Просто сравнить. Я поставил тот же самый репак GTA San Andreas, который мы тестировали на 478-м сокете. Там, напомню, был 2.4 ГГц процессор. Видеокарта 128 МБ. 5500FX была видеокарточка. Также там тоже была оперативная память разношерстными планками разными без соблюдения таймингов и всего прочего. Вот. То есть, по сути, одинаковые конфигурации, но здесь у нас процессор от AMD, процессор 1.8. Сейчас я покажу характеристики. из-за установки долго открывает. Вот такие характеристики у компьютера. AMD Athlon, это Athlon XP, 1.8 ГГц и гигабайт оперативной памяти. Сейчас покажу вам видеокарточку, какая в нем установлена. Видеокарта у нас здесь Radeon 9200 Pro на 128 МБ. В общем, вот такая конфигурация. Сейчас ставится Most Wanted, Need for Speed. Также я постараюсь поставить сталкера сюда. Единственное, жесткие здесь не на 120 ГБ, как в предыдущей сборке, а на 40, поэтому места, соответственно, гораздо меньше, чем на том. В общем, в любом случае, сейчас будут пытаться ставить сталкер, запустить его. Когда все установится, продолжим и потестим игры на этой машинке. Посмотрим, что у нас к чему. В общем, друзья, мне придется менять видеокарту. Это посыпалось артефактами на игре, когда я начал проверять, вообще запустится или нет. Она вроде не перегревается, холодная, но у нее походу отвал чипа. Я нашел другую, тоже на 128 мегабайт. В общем, сейчас на нее вентилятор переставлю и уже буду тестировать игры. Я поменял видеокарту. Сейчас у нас стоит, сейчас я скажу, какая видеокарта. У нас сейчас стоит Nvidia GeForce 4 Ti 4200. На 128 мегабайт. То же самое, как и та карточка, которая была. В общем, та карточка, еще раз напомню, она начала артефачить. В общем, при запуске San Andreas я решил запустить, проверить. Сразу посыпались артефакты. В режиме простой, вот так, на рабочем столе все работает нормально. Как только начинаешь запускать 3D-приложение, то есть, начинаются серьезные проблемы. Пришлось менять видеокарту. Что хочу сказать? Давайте начнем, наверное, с GTA San Andreas. Сейчас она загружается. Ну, что вам хочу сказать. Сразу заметно, то, что гораздо лучше она работает, то есть, FPS больше. Она не тормозит. Я уже тестил ее до съемки, чтобы убедиться самому, как она, что работает. Покажу настройки. Стоит 800 на 600, графика низкая, дальность вида 5 палочек у нас стоит. На той же конфигурации на 478-ом сокете было где-то на 15-20 FPS. Сейчас попробую 1024 на 768 поставить. Ох, даже с этой графикой справляется, смотрите, то есть, без поддергиваний, без каких-либо проблем. Также на 478-ом на такой же конфигурации у нас была проблема с автомобилями. Когда садишься в автомобиль и начинаешь ехать, FPS сильно проседал. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Нет, все отлично, то есть, все хорошо. Играть можно, причем довольно-таки неплохо играть. Мужики со стволами пока что меня не хотят наказывать за мое вождение неправильное. Ну, они вот так в итоге все и передохли. Ну, давай, дружище. Вот, все, разговор окончен. В общем, San Andreas вполне играбельно, реально нормально можно в нее поиграть без всяких проблем. Я напомню, это Атлон 1800 МГц, одноядерный, 462 сокет. Жалко, что эти все процы не дожили до нас и материнки, так как они всегда сильно греются и за столько лет работы они уже умерли, либо материнки умерли. Ну, скорее всего, материнки умерли, потому что проц куда-то без матери его поставишь. В общем, все неплохо идет, я вам скажу. играть можно, пользоваться можно. Меня тоже интересует, как будет сталкер идти. Сталкер я еще не запускал. не потрачено еще пока что. Ну, вот сейчас будет потрачено. Все, ты умер. В общем, Сан-Адреас даже на вот таком графончике 1024 на 568 на низких с дальностью вида одна треть стоит. Можно играть, просадок нет никаких, то есть все очень даже неплохо. Это очень радует, это не может не радовать. Попробуем запустить давайте, наверное, вторым сталкер, потому что все-таки эта игра наиболее интересная. Вся аудитория тоже у меня просила именно ей проверять старые компьютеры. Конечно, грузится она невыносимо долго, потому что проц старый, жесткий, тоже подубит на 40 гигабайт. Да, кстати, на этом компьютере у нас еще и жесткий диск убит, в отличие от того, там жесткий диск работал нормально. Так, смотрите графику. В тот раз на разрешении 800 на 600 на минимальных настройках с полностью выкрученными вот так эффектами у нас дичайше лагала игра, то есть FPS было 15, наверное, 12. Именно играть невозможно было. Так, я не играл в нее еще, ничего, то есть просто настройки заранее выкрутил, чтобы перед вами этим не заниматься. попробуем загрузить ее. Я, в общем, поставлю на паузу, потому что эта загрузка может занимать до 10 минут, друзья, а 10 минут сидеть и смотреть на это, я думаю, никому не интересно. Ну вот, спустя где-то 8 минут игра запустилась, так долго прогружается из-за того, что локация очень большая, на жесткий диск большая нагрузка. Я скипну. Ну что я вам могу сказать? Неплохо, ребята, реально неплохо. Как мы видим, здесь в комнате нормально все работает, то есть фпс особо не проседает, вот, потому что на 478 я точно знаю, что ну, еще в этой комнате уже были жуткие просадки. Сейчас я убавлю звук, мне мешает. Так, возьмем задание, не, ну вот тут подлагивает, когда на его рожу, смотрю, жирная, но у нас разрешение экрана еще 1024 на 768, потому что тогда было 800 на 600 и все равно играть было невыносимо. Вот тут вообще лагов никаких нету, камера моментально перемещается. Блин, ребят, что могу сказать, это вообще отлично, смотрите, более-менее нормальный графончик такой, то есть играть можно, вполне адекватно играть можно, я сейчас попробую дойти до первой миссии, взять миссию, в общем, дойти до нее, постреляться. Ну, как видите, проскакивают фрезы, но у нас компьютер, грубо говоря, 2004 года, я не думаю, что в этом плане это как-то критично, на что-то влияет. То есть, если вы хотите бюджетную сборку, все так поиграть в какое-то старое такие вот игры, короче, можете собирать на 462, мне кажется, лучше, чем на 487, аж 487 все-таки так вот хорошо, конечно, не вывозят, даже с частотой гораздо больше процессора. так, уже тысячу лет не играл, по-моему, к этим мужичкам надо подойти же, взять миссию. Так, кто тут главный, давай, рассказывай, дружище. Что да как, Петруха, жуйте в ухо. я всегда им говорю, чтобы они поднимали своих, сам кемперлюсь там, короче, прячусь, а они огребают за меня. Вон там я вижу, мужичок, поспать ли, лег у костра, сейчас мы им покажем, вот тебе, свинца, и сразу они все сваливают, боятся, понимают, кто пришел то сюда. Ну, мужики, что могу, ребят, сказать, короче, отлично работает сталкер на минимальном графоне, но все же достойно. Играть комфорт, можно с комфортом, особо не напрягаясь. Как видите, таких серьезных прям просадок еще ни одной не было, чтобы играть невыносимо было. на той сборке на 478 там характеристики даже лучше были, мне кажется, чем здесь, но все равно нифига он не вывозил. А вот этот вот старенький дряхленький 462 он нормально тащит сталкер. Правда, на минималках, но это не критично, как я еще раз скажу, в общем. Надо забрать флешку у этого петуха. Ну, меня убили, в общем, друзья. Сохранений нет. Придется, наверное, выходить из игры. Но еще раз покажу графику, то есть 1024 на 768 минимальные. Здесь все выкручено на ноль. Но я уверен, если чуть-чуть подбавить, то есть в принципе фризов таких диких не должно быть. Просто картинка станет чуть помягче. Ну, а сама игра, меню и все остальное, оно так и должно лагать. Оно и на более-менее свежих машинах так же себя ведет. Так, что еще? Я еще поставил Need for Speed Most Wanted. Можно попробовать затестить ее. Как она будет работать. просто это игры, которые у меня как бы были, я их и поставил. Скачивать не хотелось ничего особого. И у кого там есть идеи каких-нибудь таких игр, которыми стоит проверять такие загрузки, вы кидайте в комментарии, я прислушаюсь к вашему мнению. и в общем какие-нибудь выберу из этих игр и скачаю торрентом. Буду их тоже тестить. Это заставка. Надо было выбрать режим карьеры от одиночного заезда, наверное. Сейчас ждать, пока вот это все прогрузится. Нет, можно скипнуть. Это очень хорошо, это очень радует. Это не скипается. Нет, вот все. Сейчас попробуем. Есть некоторые подтормаживания, но опять же не критичные, то есть все достаточно неплохо идет. Так, ну вот и сама игра началась. Попробуем поездить, можно ли с комфортом поиграть в Most Wanted, то есть на таком железе. Ну, что я вам могу сказать? Я с уверенностью могу сказать, что да, возможно поиграть с комфортом. В принципе, ну, на мой глаз, наверное, есть фпс 20-15. Это в самые такие моменты, когда ускорение включаешь. А так вся тридцаточка стабильная по-любому, вот когда просто едешь без ускорения. В принципе, достаточно комфортно. Опять у нас заставка, это не походу, не знаю, скипнется ли. Да, все. Ну, я вам скажу, AMD-шка очень даже бодрая, то есть в принципе согласен с людьми, которые писали про то, что AMD в свое время делал 478-е. Неплохо, неплохо. Конечно, Most Wanted мы на том комбе не тестили, но все равно. Я так для себя лично наверное надо заканчивать. Сейчас покажу напоследок настроечки, на которых она идет. Вот, а детализация скручена на ноль. Разрешение 1024-568. Давайте попробуем добавить чуть детализации, но скорее всего сейчас начнутся дичайшие лаги. Вернем назад. Ну, уже глазу видно, что картинка как бы нормальная стала, но и FPS просел, я вот прям чувствую. На 5, наверное, на 7 просел, потому что уже не очень комфортно играть, если честно. Не знаю, передает ли это видео, но мне не очень комфортно играть. В принципе, придрочиться можно, зато графика получше немножечко. Не все квадратами, не все точками. в общем, даже на одной третьей детализации работает. Ладно, не буду больше проверять ее, так как не совсем честно получается. Еще я поставил Half-Life, но Half-Life первую мы не сможем проверить, потому что вот что у меня с ней. Она запускается, сейчас покажу как. Вот так она короче запускается. Вот. И я не могу поменять, если я сейчас нажму настройки, все, я не выйти теперь из игры не могу ничего сделать. Нужно в общем она так установилась, не пойми как. Диспетчером задач только закрывается. Так что первую Half-Life я показать вам не смогу. Но она естественно будет летать на самых самых хороших настройках, выкрученных на самый максимум. Ну еще поставил по стандарту браузер Chameleon, Chameleon в общем, потому что компик слабенький, а интернетом если пользоваться нужен комфортный браузер, чтобы хотя бы более-менее странички открывал. Тоже все работает без каких-либо проблем, но сразу скажу, что YouTube он тоже не вывозит, как и 478, но это понятно, связанное с пятым флешплеером. Я вот зайду сейчас на YouTube, вам попробую любое видео открыть, даже в 360, к сожалению, видео не работает. Я уже проверял, поэтому я вам об этом с уверенностью могу сказать. Вот, давайте попробуем. Звук выключу. Первое попавшееся видео, сами видели, я включил. Ну, короче, вот, это слайд-шоу какое-то, и сразу же загрузка процессора у нас 100%, видите, у нас даже стандартная вот эта XP-шная тема работает вот так, вот окно за собой шлейф оставляет. Ну, вот, видео превращается в непонятную билиберду, к сожалению, именно из браузера у вас смотреть точно не получится. Вот так вот. А именно пользоваться интернетом, посерфить вполне, почему бы и нет. Еще раз покажу характеристики для тех, кто думает, что я, может быть, не на этом железе, на самом деле все это показываю. Вот, пожалуйста, AMD Athlon 1.8 и гигабайт оперативной памяти. Сейчас я запущу скачаю CPU-Z и посмотрим, сколько его бенчмарк даст очков нашему процессору. Сравним в итоге с предыдущим видео, с предыдущей сборкой, сколько было там. Друзья, извините меня, но бенчмарк я провести в данный момент не смогу. Не знаю, с чем это связано, но разные версии CPU-Z, они, в общем, этот компьютер на перезагруз уводят. Может, в винде какая-то проблема, то есть, встроенная в винду, можно сказать, в эту сборку винды, но заканчивается это все тем, что просто-напросто компьютер в перезагрузку уходит. Не могу я никак скачать подходящую версию, три штуки попробовал и три разных они все компьютер при инициализации устройств почему-то в перезагруз выбрасывают. Ну, ладно, извините, конечно, обойдемся без бенчмарка. Вы и так, я думаю, все визуально видели, то есть, то, что действительно многие из вас говорили, что 462-й сокет гораздо лучше тащил, чем 478-й в то время. И да, 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 ребята, в принципе, вы правы, как вы видите, у нас AMD-шка на 1.8 ГГц тащит гораздо лучше, чем 478-й и 2.4, который был в предыдущей сборке. Так что, вот что могу вам сказать, да, 462-й сокет лучше. Если бы, конечно, они выжили, если бы они так не перегревались, я бы собирал на них, но, видите, это единственная мать, которая мне досталась с протцом, то есть, я бы сам, ну, если бы мне не предложили, сам бы я не искал их даже, мне даже в голову такое не приходило, вроде бы отдают, там, задаром за копейки, за 100, за 200 рублей, 478-й, да почему бы их и не брать. Но AMD-е я сейчас покажу вам, так, сейчас покажу температуру компьютера, он реально в простой, очень горячий, термопаста новая. Так, где у нас Эверест? блин, он был на рабочем столе, что-то я туплю сегодня, уже поздно просто. Датчики, заходим. Долго он что-то считывает, информацию. до этого заходил буквально моментально, он открывал это окно, сейчас не знаю, с чем связано. Вот, смотрите, то есть, сейчас я поближе поставлю. как мы с вами можем видеть, сейчас в режиме простоя, у нас процессор 54 градуса. На видеокарте у нас нет термопара, он не показывает температуру на видеокарте, но на видеокарту я приколхозил вентилятор, она не должна греться вообще сама по себе больше. Я думаю, она сейчас холодная, проверять пока не буду. В общем, процессор у нас простой, тогда, когда я последний раз проверял простой, он был у меня 53 градуса. Потом, когда я начал открывать браузер, стал 57 градусов, ну и по нарастающей до 61, но больше 61 он не поднимался. Так что AMD на самом деле горячие процы, даже старые AMD-шки горячие процы. Ну вот, что еще хочу сказать. Спасибо за эту идею сравнить 478-й и 462-й вот эти сокеты. Очень-очень неплохо вышло. Я сам доволен, пока на N-компьютер, ну не буду продавать, вернее поставлю его, но если никто покупать не будет, не буду скидывать цену, может быть себе его оставлю, потому что действительно он неплохо работает. Можно его поставить ко мне во вторую комнату, там в КС по сетке играть, в КВАКу по сетке играть, побегать здесь, ну с другом можно сесть в разных комнатах, пиво пить и играть по сетке, лан-пати устроить так называемое. В общем, наверное, на сегодня все. Именно я с вами прощаюсь. Сейчас в конце я покажу, то есть внешний вид, я просто еще не занимался именно внешним видом этого системного блока. Сейчас покажу уже готовый результат, какой он получился. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok